Вполне возможно, что кто-то из обладателей 100 баллов по ЕГЭ решит стать врачом. Кстати, именно в среду медикам Тверской области в преддверии профессионального праздника, который будет отмечаться 18 июня, вручили благодарности губернатора и другие награды. На торжественном мероприятии присутствовала и наша съемочная группа. Врачи и медсестры сегодня они сменили белые халаты на праздничные наряды. У каждого из них своя история, которая привела их в медицину. Как рассказывает Влада Полыгаева, в профессию она пришла не сразу. В свое время я получила другое образование, техническое, но по ночам подрабатывала в больнице очень долго. И все-таки решила, что медицина ко мне как-то ближе. Работа обычная с детками, очень люблю детей. Они очень общительные, они всегда идут на контакт, у них можно много чему поучиться. Ко всем собравшимся обратился заместитель председателя правительства Тверской области Дмитрий Березин. Он зачитал поздравительный адрес губернатора Игоря Рудени. Сердечно поздравляю вас и ваших коллег с профессиональным праздником. День медицинского работника – прекрасный повод выразить вам глубокую благодарность и уважение за самоотверженный труд, подвижничество и служение людям. Благодаря высочайшей квалификации и верности долгу наших врачей, фитшеров, медсестер, санитаров, всех работников медицинских учреждений удается ежегодно спасать сотни жизней, помогать жителям, вернее можно сохранять свое здоровье. Ирина Чигирина работает акушеркой в Пеновской ЦРБ с 1989 года. За многолетний труд в сфере здравоохранения и достигнутые успехи в профессиональной деятельности она удостойна благодарности губернатора Тверской области. Мне хотелось милосердия, помогать людям. Отучилась и как меня отправили работать. А потом за столько, на протяжении стольких лет, да я отработала в роддоме, ну вообще не мыслила без этой работы я себе. Заведующей отделением по организации медицинской помощи населению Тверской клинической больницы номер 7 Марина Кондрашова начала работать в больнице еще со школьных времен. Сначала была санитаркой, затем работала медсестрой, будучи студенткой Тверского государственного медицинского тогда еще института. Наверное, это влечение, это воля души. Кто-то становится артистами, кто-то становится художниками, инженерами, экономистами. Мы стали врачами. Не забыли о тех, кто уже прошел длинную дорогу в медицинской профессии в ветеранах. Они всегда готовы помочь советам и наставлениям тем, кто только начинает свой путь в медицине. Сегодня медицинские работники всей страны оказывают помощь как военнослужащим, находящимся в зоне специальной военной операции, так и жителям новых субъектов России. На эти территории неоднократно выезжали и тверские медицинские бригады. В их составе были анестезиологи, реаниматологи, хирурги, травматологи, ортопеды, кардиологи, акушеры, гинекологи.